Одной из социально значимых задач, которую озвучил Дмитрий Миронов на встрече с представителями общественности, органов власти и бизнеса, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Здесь временно исполняющие обязанности губернатора Ярославской области полагаются на помощь общественных и ветеранских организаций. Приятно, что общественность не отодвинута куда-то на сторону. Мы без вас все решим. Нет. Без общественности это совершенно четко видно, без общественности, без экспертного состава ярославцев. Программа не реализуется. В первый месяц прибытия губернатора на Ярославскую землю у нас с ним состоялась доверительная дитяная беседа, где я понял, что прибыл настоящий профессионал, человек слова, человек дела. По мнению Дмитрия Миронова, немаловажную роль в деле развития патриотизма должна играть популяризация здорового образа жизни среди молодежи. Большое внимание будем уделять развитию массового спорта. И поддержки спорта высших достижений, которым по праву гордится Ярославская область. Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом способствует внедрение в нашей области всероссийского комплекса готов к труду и обороне. А ярким примером массового вовлечения людей в спортивное движение может служить проект «Бегом по Золотому кольцу», реализуемый при поддержке правительства региона. Только в минувшем сезоне его участниками стали порядка 20 тысяч человек. Мы этот проект позиционируем не как оторванный от правительства области, а как именно совместный проект общественной организации и правительства Ярославской области. Проект великолепный, будем поддерживать, развивать дальше. И сейчас наше общее желание сделать так, чтобы этот марафон был в каждом городе Золотого кольца. Нам осталось немного. То есть я думаю, что с поддержкой губернатора мы эту проблему решим. Будет продолжено в области и строительство новых спортивных площадок, близится к завершению и стройка федерального уровня, возведение государственного училища Олимпийского резерва по хоккею. Еще в августе Дмитрий Миронов посетил загородную базу футбольного клуба «Шинник». Пообщавшись с игроками и тренерами, пообещал им помочь разобраться с накопившимися проблемами. Почувствовали, что изменения финансовой ситуации, многомесячные долги перед командой были решены, передан автобус, что очень важно для жизнедеятельности команды и намечены другие проблемы, решение их на будущее. Самое главное, ребята почувствовали, что они нужны области, нужны городу, нужны власти. На поддержку областной власти могут рассчитывать и спортивные школы. По словам Дмитрия Миронова, в Ярославской области необходимо повысить ценность здорового образа жизни у подрастающего поколения и их родителей. Вадим Ритуновский, Денис Сахаров и Сергей Чукмарев. День события.